Криминальный март преподнес нам немало сюрпризов. Представители мира криминала и авторитета не будут выражать свое мнение по поводу военной операции России на ВУкраине, воры в законе вне политики. Три года оперативники собирали доказательства причастности 76-летнего Бориса Апакела к занятию им высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, мужчина получил свой статус вора в законе еще в 1965 году, когда отбывал срок в местах лишения свободы. На тот момент Борису было всего 19. С тех пор мужчина стал одним из влиятельнейших преступников Российской Федерации. Позавчера в Польше в присутствии Гочи Коши и Тенгиза Корсаги был избит и не изложен 45-летний вор в законе Автандил Тугуши, более известный в криминальной среде как Авто Самтрецке. Навстречу к ворам, где его подстерегала расправа, Авто привел его товарищ Ливан Пирадзе. Официальным поводом для Пала Тугуши стало его упоминание в Суи о давнишнем конфликте между Айко Страханским и Артемом Саратовским по поводу якобы неоплаченного последним его игрового долга. Тогда неловкая попытка Айко распалить угасшие страсти потом обернулась унизительными публичными извинениями перед Артемом. Вор в законе Серик Джиманаев, более известный как Серик Голова, признался в резонансном убийстве журналиста Арал Гайши Амаршановой в 2007 году. Джиманаеву в колонию отправлять не спешили, оставляли сидеть в следственном изоляторе Алматы для выяснения возможной причастности к другим преступлениям, по которым Голова подозревался и не раз. Через несколько месяцев Серик Голова, как обычно пишут в своих протоколах силовики, в результате комплекса агентурно-оперативных мероприятий и комбинаций, проведенных КНБ, признался в убийствах 14-летней давности своего конкурента Бадбаева и корреспондента газеты «Законы правосудия» Арал Гайши Амаршановой. В Тверской области суд вынес приговор 29-летнему жителю Ростовской области, которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Фигуранты знали под именами Артур Молодой и Артур Ростовский. Выяснилось, что Артур с 2016 года был ворон в законе и активно продвигал воровские идеи в массы. Тем самым он сплачивал лиц криминальной направленности. В качестве доказательства своего авторитета он 789 раз нарушал правила распорядка в тюрьме, за что попадал в карцер. Липецкий областной суд 10 марта начал повторное слушание по уникальному для Российской Федерации делу – вора в законе, на скамье подсудимых 47-летний Тенгиз Гегиберия, родившийся в Грузии, но давно живущий в Российской Федерации. Ему вменяют статью 210.1 УК РФ – занятие высшего положения в преступной иерархии, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы. И если раньше получить звание вора в законе было престижно и безнаказно, то с апреля 2019 года стало уголовно наказуемым преступлением. В Польше совершено покушение на 45-летнего грузинского вора в законе Автандила Тугуши, более известного в криминальном мире как Автосамдрецкий. По данным, стрелявший открыл огонь из пистолета, когда вор в законе находился в своем автомобиле. В результате нападения авто был госпитализирован с огнестрельным ранением в руку. Сотрудники СБУ совместно с пограничниками блокируют всяческие попытки незаконного пересечения государственной границы. В частности, на участке границы в Венинской области украинским силовикам удалось задержать вора в законе Георгия Келадзе по прозвищу Гега Азургетский. С июня 2021 года он находился в санкционных списках СНБО. Вор в законе Ахмед Домбаев, более известный также по прозвищу Шалинский, продал свой особняк Чеченской республики. Ранее в преступном мире этому персонажу предъявили претензии, что он живет непосредством и тратит общаковские деньги. В Турции его арестовали вместе с другим вором в законе Хусейном Ахматом. Однако, в отличие от него, не отпустили сразу. По словам источников, турецкие спецслужбы получили на него информацию, когда вели наблюдение за выходцами из республиками, тесно связанными с властями Чечни. Более того, у них были сведения, что Домбаев вместе с группой сподвижников прибудет в Турцию для организации некого нападения на лицо из числа оппозиционных чеченским властям. Говорится в сообщении. В аэропорту Стамбулу с поддельными документами на другое имя задержан 64-летний кутаистский вор в законе Теймур Асга Галашвили, более известный в криминальном мире как ЦИКа. По словам источников, ЦИКа намеревался вылететь в одну из европейских стран. В настоящее время вор в законе взят под стражу. В турецком городе Мерсине выстрелили в Рафига Евераглу Эйвазова, вора в законе более известного как Рафиг Масалинский. Инцидент произошел перед его домом, и Вазов тут же был госпитализирован с четырьмя пылевыми ранениями. В качестве главных подозреваемых следствия разрабатывает грузинских воров в законе Триэла Аняни, Тару и Мираба Джангвиладзе, Мираба Сухомского. Предполагается, что у них был и мотив, и оплаченное вознаграждение за организацию убийства Япончика. Япончик был расстрелян в 2009 году у ресторана «Тайский слон» в Москве, нападавший стрелой снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом и с припаркованной на другой стороне Хорошевского шоссе «Газели». Следствие вскоре установило, что организатором убийства был вор в законе Илья Симония, Маха, с которым у Япончика была долгая и давняя вражда.